всем привет это папа может мега популярная оказалась рыбацкая тема поэтому мы решили ее продолжить и сегодня поговорим о том как первый раз в жизни собраться на рыбалку с ребенком и немного погрузимся в терминологию рыбака узнаем что такое блесна и много других слов которые я не запомнил но зато все эти слова знает наш эксперт в рыбалке евгений ананин евгений здравствуйте евгений для начала давайте как и обещали расскажем ну вот мы не допустим как отцу который ни разу еще ребенка не водил на рыбалку да и сам не рыбак что для начала для первой рыбалки нужно мой учитель всегда говорил мужчина должен уметь все кроме одного рожать детей поэтому мы сейчас это и будем делать рожать детей да ну если мы собрались на рыбалку и захотели поймать большую щуку ну хотя бы окуней наловить для начала мы берем штекерную удочку так она называется состоит она из двух колен что такое блесна все вместе это называется снасти ну вот в данном случае вот эта снасть называется поппер она идет поверх воды привлекает внимание щуки это как будто больная рыбка там начинает колебаться и она ее атакует снизу вверх думает что на слабые беззащитные да да может также и лягушка быть это называется воблер у него видите лопатка такая глубина заглубления небольшая вот это если по поверхности и но это немножко идет в глубину например она так и воду беда на полтора метра примерно она так идет вот в этой толще воды от поверхности примерно полтора метра но все тоже зависит от характеристики каждой рыбки это называется колебалка то есть она когда идет в воде она вот так колеблется та же классическая ложка все для того чтобы привлечь внимание жюки да и у меня хищника одним словом есть еще блесна называется вертушка можно подсаживать какие-нибудь такие игрушки тоже это привлекает она вертушка потому что она когда идет она крутится вот этот лепесток у рыбы нету ушей но не из боковая линия который она слышит все колебания движения до а скорость звука в воде в четыре раза быстрее скорости ну вот в воздухе используя и знания все эти вещи зная мы берем с собой катушку устанавливаем ее на удочку удочки делится тоже на есть маховые удочки они просто там нету даже колец вот это как раз на карася снасти они такие у меня кстати по случаю есть с собой одна такая вот вот у нее нет колец не только наконечник и все это называется маха удочка вот она на карася это с кольцами называется спиннинг он может быть как телескопический так и штекерный как вот в нашем случае из двух частей да можно использовать и ту и ту но для большей чувствительности для моторики ты прямо вот лучше подходит именно тест более чувствительные именно штекерная но она очень хрупкая мы проводим леску в кольца мы цепляем на наконечник лески обязательным металлический поводок поводку мы уже цепляем нашу блесну она может быть любого вот что вот как жулик и знаете вот он идет воровать у него на кольце там куча отмычек таких всяких висит так и у рыбака должно быть большой ассортимент разных полюсов да это подбираешь ключики кто или иной рыбе кто или иной погоде все исходя из этого ты вы подбираешь себе заглубление воды и как она работу какую будет сегодня она может быть щука хочет воблер а завтра она хочет вертушку ты едешь с напарником напарник этого у меня сработала вертушечка давай на вертушку будем все все идут на вертушке да и она работает эта вертушка об обернив какую а завтра наоборот для первой рыбалки не получится купить одну удочку одну блесну лучше взять сразу набор да да и пробовать на раз да все верно на блесну здесь на крючке что-то наживляется нет не надо она это же обманка искусственная имитация ничего не надо совершенно она наоборот если сюда что-то навешать она собьет игру саму по себе она уже не так будет играть она же просто будет прямо идти все вот это вот хаотичности не будет которая как раз инверсионный ход создает в воде и рыба его слышит а тогда его не будет наличие таких слов для меня по крайней мере говорит о том что рыбалка это наука это прям наука наука мало то медитация их теология их теология и вы получается их теолог так любитель маленький большое спасибо вместе с нами был эксперт по рыбалке евгений ананин мы еще с ним увидимся я уверен а на этом делаем небольшую паузу спрашиваем у вас какие темы вам еще интересны для того чтобы объяснить своим детям в том числе так как может объяснить только настоящий папа пишите в комментариях и делитесь этим выпуском